Число автомобильных краж уменьшилось, а карманных увеличилось. О профилактике раскрытия имущественных преступлений рассказали сегодня полицейские. За два месяца этого года злоумышленники как минимум 140 раз проникли в припаркованные автомобили и 147 раз залезли в чужие карманные сумки. Как, где и когда можно незаметно для себя лишиться ценных вещей, расскажет Нафиса Минязова. Антирадары, видеорегистраторы и магнитолы – основная добыча автомобильных воров. В машине на виду лучше ничего не оставлять, советуют полицейские. Особенно на ночь в спальных районах. Но даже если не на что положить глаз, то могут украсть и аккумулятор. Продвинутые любители жить за чужой счет используют код Граббере. Работают они тихо и круглосуточно. Существуют и те, кто зарабатывает только на невнимательности автомобилистов. Подобную группу полицейских задержали в январе этого года. В наших отечественных девятки-четырнадцатые. Там, если кто знает, там видно сразу багажник открыт или закрыт. Там личинка, если такое положение закрыто, если такое, то открыто. Но вот они просто ходили по дворам, выбирали машины, в которых открыт багажник. После чего ночью открывали багажники, садились через багажник, проникали в салон и оттуда уже совершали кражу саму. В отличие от автомобильных воров, так называемые карманники, напротив, используют многолюдность. 70% краж совершается в общественном транспорте. Остальное либо на рынках, либо в торгово-развлекательных заведениях. Как правило, злоумышленники обчищают пассажиров при выходе из транспорта, режут сумки лезвием или заточенной монетой, а также похищают имущество, прикрывая сумки потерпевших пакетом. Но встречаются и креативные методы. Одну из таких злоумышленниц полицейские задержали в 2015 году. Жительница Омска, которая здесь совершала кражи в лечебных заведениях, которая для отвлечения внимания испачкала одежду, и пачкала одежду потерпевших детским кремом, после чего обращала на это внимание потерпевших и предлагала свою помощь. И когда потерпевшие очищали одежду, совершала кражи сотовых телефонов, либо портманы. В целом, говорят полицейские, всплеска или сильного снижения числа краж не наблюдается. И чтобы статистика не росла, горожанам рекомендуется внимательно следить за своими вещами и не носить с собой крупные суммы денег.